Перечитав множество материалов о реформе ЖКХ, которая вводится с 1 мая 2019-го, решил сфокусировать внимание одесситов на том, что произойдет с субсидиями. Текст может кому-то показаться скучным, но, полагаю, необходимым. Итак, начинаю. Расчет субсидий проводится в каждом случае индивидуально. Этот механизм прописан в постановлении Кабмина номер 319 от 27 апреля 2016 года. Но для него необходимо знать две базовые цифры. Ежемесячный доход на одного члена семьи и сумму, которая платится за коммунальные услуги. Максимальный доход на члена семьи не должен превышать 5000 гривен, а на оплату коммунальных услуг должно выходить не менее 22,06% от этой суммы в расчете на каждого человека. Есть только два вида социальных платежей, которые не учитываются в определении дохода семьи. Это помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и помощь внутренне перемещенным лицам. Все остальные стипендии, пенсии, пособия по безработице входят в самокупный доход семьи. Кроме того, в самокупный доход не зачисляется цена безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, стоимость протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации, суммы регрессивных выплат, возмещение вреда за поврежденное здоровье работника. Еще одна важная деталь. Для неработающих пенсионеров при расчете размера субсидий вместо совокупного дохода за предыдущий год учитывается доход только за предыдущий период перед обращением месяц. Как получить субсидию только на фактически проживающих в доме? Сегодня часто встречаются ситуации, когда кто-то из членов семьи, например, уехал на заработки в другой город или даже в другую страну, но остается прописанным по своему старому месту жительства. Могут ли другие члены семьи, оставшиеся в доме и получающие небольшой доход, рассчитывать на субсидию? Да, могут. Им нужно подать в органы социальной защиты письменное заявление, декларацию, в которой рядом с фамилией отсутствующих проставлена пометка «не проживает» и плюс представить документы, подтверждающие тот факт, что прописанный в доме человек там не живет. После этого социальный инспектор проверяет условия проживания и составляет соответствующий акт. И тогда комиссия рассматривает вопрос о субсидии, при расчете которой учитываются только доходы людей, фактически живущих в доме. И еще. Такое решение не ставит под угрозу факт прописки уехавших членов семьи. Перерасчет субсидии в пределах установленного срока, ее назначение осуществляется без обращения граждан в случаях изменения цен и тарифов на услуги ЖКХ, установление новой даты начала или окончания отопительного периода, установление Кабинета Министров нового размера доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ, изменение социальной нормы жилья и нормативов пользования коммунальными услугами, проведение перерасчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме. Ну вот, кажется, все перечислил.